Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале gamehacklub.ru. Сегодня мы продолжаем курс по основным инструкциям языка ассемблера и сегодня мы переходим к инструкциям сопроцессора, или как по-английски называется floating point unit, то есть про математический сопроцессор для работы с числами с плавающей точкой. Итак, вот я тут подготовил небольшой скриптик. Сегодня у нас на повестке дня инструкции fld, fstp, field, fst, ну и fstp уже этот. Что делает инструкция fld? Инструкция fld загружает в стэк сопроцессора число с плавающей точкой, то есть вот этот стэк сопроцессора. То есть сопроцессор имеет 8 регистров, которые работают по принципу стэка, о котором я уже упоминал. Это значит то, что любая инструкция загрузки в стэк, она загружает его в вершину стэка, а остальные значения при этом смещаются вниз. Ну и последнее значение, оно отбрасывается. Соответственно, когда мы загружаем значение, оно у нас всегда на верхушке стэка. Следующая инструкция fstp, fstp, она сохраняет значение из верхушки fpu стэка в какой-то определенный адрес. При этом она стэк сдвигает обратно. То есть если fld, она сдвигает стэк вниз и на верхушку помещает свое значение. fstp, наоборот, с верхушки забирает значение и сдвигает стэк в обратную сторону после сохранения значения. Есть еще парная инструкция fst, она просто записывает в адрес значение, но стэк не сдвигает и значение остается на верхушке стэка. Это может понадобиться, например, если одно и то же значение нужно записать подряд несколько адресов. Тогда мы можем несколько сделать инструкции fst, fstfst и в последнем адресе уже сделать fstp, чтобы оно удалилось из стэка. Но сейчас мы это все посмотрим. Дальше следующий инструкция у нас field. Это инструкция, что она делает. Она берет из ячейки памяти целое число, то есть не с точкой, преобразовывает его на лету в число с точкой и также кладет на верхушку стэка. То есть вы наверняка не раз сталкивались при взломе игр с тем, что, допустим, значение здоровья игрока хранится в значении с точкой, то есть float, тогда как максимальное возможное для него значение хранится в целом и как-то их нужно между собой сравнивать или взять из максимального значения и записать в текущее, как мы частенько и делаем во взломе. Собственно, вот в этом нам поможет как раз вот такая вот инструкция. То есть мы берем из максимального целое число, а в адрес в нужный нам записываем уже с точкой. Поэтому вот эту инструкцию запомните, она очень полезная. Ну и инструкция Fnop, это я так и для эксперимента привел, это то же самое то, что обычный ноб, только занимает два обкода вместо одного. Вот, ну и давайте посмотрим, как это все работает. Так, сейчас мы вот здесь остановимся и давайте будем посмотреть. То есть вот здесь у нас сейчас лежит, в этом адресе лежит 1000, вот здесь мы смотрим на FPU стэк, я делаю шаг, вот она 1000 появилась и как видите здесь внизу была сотка, она ушла из стэка вниз, она была отброшена, потому что стэк всего из 8 ячеек состоит. Так, дальше, если мы сейчас вот здесь, посмотрите, вот он адрес, вот здесь пока ноль. Мы делаем FSTP, пункт, сюда записалось 1000 и она поднялась, то есть верхнее значение стэка было вытолкнуто и стэк снова сдвинулся вверх. Дальше мы давайте возьмем значение из адреса 178 0037, вот он здесь, здесь оно показывается как ноль, потому что это 4 байтное значение, вот оно 4 байтное значение, вот она сотка. Обратно вернем float и дальше мы его будем записывать через FST, вот в 3b в ячейку и смотрим. То есть там вы видели то, что у нас было 4 байтное обычное значение, делаем field, вот здесь оно уже на вершину стэка прилетело уже как число с точкой, то есть как float. Ну и соответственно, когда мы сохраняем через FST, вот оно прилетело сюда уже тоже в нужный регистр, в нужную ячейку памяти прилетело уже как float значение, то есть как бы мы взяли из максимального и в текущее здоровье записали. И как мы видим то, что стэк не очистил, ну точнее стэк не сдвинулся, потому что инструкция FST, как я уже говорил, она не выталкивает значение, считанное из стэка и вот оно на вершине стэка осталось. Ну а если мы сейчас сделаем то же самое только с FSTP, то есть он тоже запишет сюда снова сотку, но это значение стэка вытолкнет. И вот он, собственно, вытолкнул это значение. Вот, собственно, примерно так все это дело и функционирует. На этом я, мои друзья, с вами прощаюсь. Дальше мы будем рассматривать и другие инструкции сопроцессора и потом уже перейдем в область XMM-регистров и там вообще все будет очень круто. Надеюсь, все было понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием буду на них отвечать. На этом я, друзья, с вами прощаюсь. Желаю всем удачи, всем успешных взломов и, надеюсь, ассемблер для вас стал чуть-чуть уже понятнее. Всем пока и до новых встреч!